Здарова-дарова, дорогие друзья, с вами, как всегда, я Иван, и мы продолжаем играть на сервис Смотра МТА, и вы зашли на этот видос, потому что вы захотели увидеть какие-то интересные чиповочки, сливы от меня, можно так сказать, так что присаживайтесь поудобнее, приятного аппетита, и мы начинаем. Ну а перед началом данного ролика, так, пацаны, что-то очень давно не было рекламы, я хотел вам посоветовать бы мой конкурс на сервис Смотра МТА, именно на 7 миллионов, на 10 призовых мест, если вы сейчас смотрите ролик с чиповочками, и вы не приняли участие в данном конкурсе, вы можете принять участие еще до 19 января, потому что 19 января у нас будут итоги, все, что вам надо сделать, это подписаться на мой канал, вот тут кнопочка будет, или тут будет справа у меня, я же ютубер, у меня же будет кнопка подписаться, лайк, комментарий со своим IDVK, как у пацаны пишут, вот, все-все-все-все-все-все свои комментарии, жаль, что деньги нереальны, вот, можете почитать даже, давайте, опа, конкурс, топ-фидос, давайте, Расул Магомедов, Саларьеткиллерс, привет, Денис Горбушин, привет, Баги от Бродяги, привет, Мега Метафор Топ, топ-контент, смотрите, пацаны, если вы не напишите свой ВК, я тоже обращаюсь, если не напишите свой ВК, я просто вам тогда не отпишу, и вы ничего не выиграете, так что, ссылочка на конкурс с этим, на этот видос в описании ролика, заходим, участвуем, и смотрим дальше мой видос. Как вам такой переход, пацаны, да, сильно-сильно, аэродроп, можно, пацаны, я не буду туда ехать, если бы он был, да, блин, если бы он был бы ЛВ, может бы и поехал. Так, почему я вас тут собрал, ну, я ещё, давайте начнём так, что прошлым летом, Рафаэль, прикол, прикол, хотел сказать, привет, короче, прошлым летом я ещё записал видос топ-чиповок моих, которые есть. Чё, пацаны, сопровождение крузака? Алоэ? Привет. Короче, видос про чиповки, может, если я не поленюсь, то вставлю сейчас скриншотик, вот. И за это время мне набралось очень приличное... Я вам просто сейчас покажу, сколько у меня чиповок здесь. Ну, вы поняли, да, про каждую рассказать это дофига очень. Вот, например, чип красная слива. Чё он означает, афиг его знает, я уже не помню. О, кабан наваливает. Я уже сам не помню, чего там он означает. Короче, чё-то я захрип. Короче, я вам сегодня расскажу комфортные чиповки... Какие у меня есть комфортные чиповки? Дрэк-чиповку, дрифт-чиповку, дрифт, который будем делить задний привод и на полный привод. Также прикольные чипы, вот. Прикольные, давайте оставим на с вами постели, чтобы вам было интересненько смотреть. Вот, а давайте приступим, короче, к комфортным. У нас будет в роли подопытного это супра. Давайте сразу покажу вам, чё. Я буду вам показывать все характеристики. Вот тут в Б, вы будете просто останавливать и копировать. Да, у меня дизель, наверное. Вот дизель. Ой, дизель, двигатель, кузов, подвеска, флаги модели и флаги хендлинга. Вот. Давайте её сразу сохраним, потому что я её не вижу. Супра. Я, наверное, разбирался в этих чиповках, пацаны, полчаса, чтобы записать их на листочек. И это не все я выписал. Половина я даже не смотрел. Потому что я не помню, как они. Короче, это супра, да? Я буду вам рассказывать. У меня будут чиповки для некоторых авто, а будут чиповки типа универсальные. Я буду говорить, когда универсальные, когда обычные. Но этот крузак, этот чёрный. Алло, если ты смотришь данный ролик, убери отсюда, брата. Отсюда. Брабусы, поставь лучше какие-то другие диски и покрась его в белый. Он в белом вообще топ смотрится. В чёрном он не так смотрится. Короче. Чиповочка номер один. Это M5F90. Пацаны, если что, я старался выбирать чиповки. Потому что у меня было такое, что у меня была чиповка, например, M5F90. Я купил себе, например, не знаю, SRT. Я поставил чиповку на SRT и поставил это SRT. Вот. Надо будет потом её просто удалить, все чиповочки. И типа оставить самые топовые. Короче, M5F90. Она управляется. Если хочешь, можешь её закинуть. Не смотрите, на разных автомобилях разные чиповки. Ну, типа чиповки работают по-разному. Потому что у каждого автомобиля есть свои настройки. Короче, хендлинга. Например, если поставить M5F90, она стоит прям на дороге топчик. Но как мы ставим её на Supra, при нитре её сносит. Ну да, немножечко BMWF90 при начале, если с нитро сносит, если без нитро не сносит. Но это, в принципе, гуд чиповочка. Дальше идёт Panamera. Вот Panamera, вот это просто всем не говорили, что это капец какая удачная чиповка на Panamera. Потому что её сначала вроде хочет типа в бока кинуть, да? Типа влево-вправо. Но потом она стоит очень жёстко. Типа, вот смотрите, я вам сейчас покажу. Её не закинет на скорости. Знаете почему? Смотрите. Сейчас я нажму тапку в пол и буду нажимать или влево. Давайте вот тут сюда встань ближе к правому краю. Буду нажимать просто левую клавишу зажму. И посмотрите, как она очень трудно поворачивает. Подождите. На скорости, на скорости. Вот, на скорости. Она очень медленно поворачивает. Типа, при больших скоростях, при там перестроении это вообще гуд. Да, вот тут красиво мы заехали. Вот, это на Panamera. Дальше у меня будет чип на гелик G65, на который мне подарил подписчик. Это ещё давно-давно. Ну, короче. Этот чип на гелик даже, он уже большой, да? И его, короче, подбрасывает на ямках очень сильно. А она, эта чиповочка, очень мягкая. Из-за этого просто гелик, тупо все ямы проходят. И даже, можно сказать, кофе не разведётся в подстаканнике. И я достал гелик, потому что она у меня на гелику. Вот, смотрите. Она, короче, немножечко приседает жопой. И теперь давайте вот тут ямки есть. Вот, смотрите, как она мягкая, просто отрабатывает подвесочка. Вот это очень чёткий чип. Он ещё даже немножечко кренится, когда мы поворачиваем вправо или влево. Вот это тоже такая фишка, типа. Добавляем немножечко реалистичности. Вот. Так, дальше у нас идёт чиповочка на E60. Но это стандарт. Давайте я даже её врубать не буду. Потому что это обычная чиповочка на E60. Типа распределением где-то в 70% на заднюю ось и 30%. Не, 60% на 40% скорее всего. Её немножечко носят вроде. Или её вообще не носят. Вроде вообще не носят. Давайте вот покажу E60. Вот именно двигатель. А, подождите, чё E60? Ну, давайте E60 уже покажу. Кузов, подвеска, флаги модели и флаги хендлинга. Чё я хотел сказать? Гелик надо же вам показать. Он подписанный как G65. Гелик, вот этот чип. Вот, бензиновый полный кузов, подвеска, флаги модели. И, кстати, под гелик чип мне дал. Я не помню, какой-то пацан с клана. Короче, это приватная чиповка. Да, половина здесь чиповочек идут приватные, пацаны. Есть даже пару админских. Вот, короче, короче, это самое топовое, можно сказать. Ну, типа, для меня, типа, очень хорошая чиповочка на гелике для других. Только почему значок Toyota, он жёлтый? Сзади Supra, она вообще написана. Ну, типа, жёлтый значок Toyota, он такой. X5 F85. Это мне дал чип, если не ошибаюсь, Ганжа, когда ещё выступал. Не, не Ганжа. Или Ганжа. Мирон вроде мне дал. Да, Мирон вроде дал. Поебай. Я не могу твой ник сказать. Привет, короче. На зелёном Субаре. Не, офигенный Субарь. У меня был точно такой же, только красно-белый. Не, чёткий Субарь. Короче, X5 F85. Давайте я вам сразу покажу. Это чиповка, которая подходит буквально под любые джипы. Просто под любые. Она очень мягенькая. Давайте им напишем. Канал Эвен. Она прям очень-очень мягенькая. Её не заносит. Она очень устойчиво стоит на дороге. Вот, сейчас вы видите. Вот. Она в меру мягкая и в меру жёсткая. Вот. Даже иногда может немножечко поднести, если с нейтром в поворот. Но это вряд ли. А мне тоже нравится, как просто скоро едет боком. То я вам сразу говорю. Типа, если взять джип, на котором стоит у меня чиповка. У меня эта чиповка стояла на старом. В F85-м ещё. О, М-серия номеров. Там его тупо не заносило. Тупо офигенный чип. Можете брать на любые джипы. Прямо говорю, вам понравится. Дальше у нас идёт М4. Это просто чип больше для трека. М4 за мне дал. Сторонник. Привет. Вот двигатель. Вот кузов. Вот подвеска. Вот флаги модели. И флаги. Бэ. Флаги хендлинга. Она, короче, больше для трека. Её, можно сказать, на маленьком угле и заносит. Типа. И такое чувство, как задняя ось немножечко подруливает. Как это сделано. Ну, впервые вроде сделали такое в Porsche. Что задняя ось немножечко подруливает. И это добавляет намного, типа, управляемости. Ну, типа, для трека. Ну, если честно, да. Вроде в Porsche. А потом все начали копировать эту фигню или нет. И, короче, могу ошибаться. Так что напишите мне в комментариях. Короче, очень чёткая чиповка для трека. И, собственно, для М4 она очень классно подходит. ВАЗ-2106. Обычный чип на заднем приоде. У меня написано. Да, вот. Аниме он и подписан. Почему аниме? Офиг его помнит. Двигатель. Кузов. Подвеска. Флаги. Флаги хендлинга. Вот. Передний привод, можно сказать, более заглушен. Можно сказать. Ну, типа, повадки заднего привода. Это очень мягкий, как видите. Типа, можно немножко жёсткость добавить. И будет лучше. Ну, типа, я не знаю, для чего это я добавил. Такой он мягкий. Да. Короче, для шестёрочки нормальный чиповка. ВАЗ-140 топ. О, пацаны. Вот это просто мягенький чип. Не, вроде он не мягенький. Он немножечко жёсткий. Потому что там мягенький. У меня есть майбах. Это, короче, чип. Это, когда у меня был ещё 140-й. Бордовый, если кто помнит. Где этот? 140-й топ. Подождите. 210-й. А чё? Почему? А, да. Лупатый, точняк. Вот. Веста 40 топ. Он, короче... Я хотел сделать себе, чтобы он был... Не очень такой уж быстрый. Но в меру быстрый. Сказану, конечно. И, короче, чтобы он был... Типа, медленно разгонялся. Как С-класс. Там мягенький. Вы понимаете? Там представительский класс. Вот такой. Но в то же время мог и... Типа, вот. Вы видите, какой он мягкий. В то же время на физлофоре, можно так сказать, мог дать газку. И на этой чиповке хорошо она бы ускорилась. Вот. 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 В этом весь прикол. Ну, и сейчас я вам покажу... Давайте я не пойду по списку. А пойду покажу вам... Майбах. Это чиповка, которую я ставил тоже на 140-й. Вроде. Или ещё на счёты ставил. Хотя у меня представительского особо больше ничего не было. Ну, короче, Майбах... Мне тоже подогнали с какого-то клана. Не помню. Майбах, Майбах, Майбах. Он вроде просто Майбах подписан. Да, сейчас посмотрю. Да. Крузак. Ё-моё, сколько мне чипов здесь. Да. Я вам не покажу все чипы. Если что, я могу заснять второй видос. Там тоже куча нормальных есть чипов, которые я вам не покажу. Потому что банально ролик будет идти час. 222-й. Вот, Майбах. Полиция ЛВ. Двигатель. Кузов. Подвеска. Флаги модели. Флаги хендлинга. Всё. А теперь смотрите, как он просто... Говорю. Типа, чем больше передач... Вот в B-панели. В двигателе. Вот сейчас я вам покажу. Вот. Чем больше передач, максимально 5, минимально 1. Типа, 5 передач, он очень быстро разгоняется. А от 1, он медленно. Посмотрите, как... Вот сейчас будет тапка в пол просто. Вот вы видите просто, как он мягко разгоняется. Мягко разгоняется. Мягко едет и как плавно разгоняется. Это чисто для... А, 222-й у меня был. Точняк. Я уже за него и забыл. Этот чип у меня стоял на 222-м. Чисто на представительском классе. Едем. Можно сказать... На S-классе ездят те, кто уже нагонялись. Мы просто едем все... Помоли... Потихоньку. Где-то и т.п. Так. F10. Ещё у меня тачка для трека есть. Но сразу говорю. Эта тачка, можно сказать... Больше чип подходил бы в реальной жизни. Типа... Похоже был бы на F10. Потому что её очень вначале закидывает. Просто если... Если мы дадим бокам, вот... Даже видно на этом настройке, что никакой чип при ручнике мне так не закидывает. От этого меня почти по 90 градусов закидывает. Короче... А потом он уверенно стоит на дороге. Но если мы нажмём тормоз, то нас тоже сносит. Короче, для игроков, которые хотят поездить себе... Так, ещё какие-то... СССР, да, она, кстати, стояла на БУ. Можно сказать... Почувствовать эти повадки заднего привода, вечного заноса. Просто... Хотел сказать, передозировки лошадиных сил. Можно так сказать, да, тоже. Можете установить этот чип. Дальше у меня стоит Аригера. Агера это ещё CCD. Это три года назад. Даже четыре. Не три. Пацан... Пацан мне подогнал... Короче, вот, смотрите. Для спорткаров... Офигенный чип. Он просто едет хорошо, поворачивает. Ещё устойчивый. Очень. И в меру жёсткий. Вот. Как вы видите. Он тупо ямки все глотает, неровности глотает. Но едет хорошо. Вот. И при перестроении он очень медленный. Даже... Когда перестраивается, он даже, мне кажется, медленнее, чем Panamera. Вот в чём прикол. Ну и все же у нас... Машины-то полноприводные. Надо вам показать ещё переднеприводные чиповки. Да. Хотя, на CCD, на Смотри, на Редмире это не так. Можно сказать... Аж... Давайте её немножечко поднимем. Весота подвески. Популярно, можно сказать. Вот двигатель. Вот кузов. Вот подвеска. Вот флаги Мандели. Вот флаги Хендлинга. Потому что все ездят на полном приводе или на заднем приводе. Но, скорее всего, на полном приводе, потому что это эффективно. Но кто... Вот. Передний привод. Вот. Всё. Полностью передний привод. Все палатки переднего привода. Можно сказать, это так... У кого есть там куча тачек... Но я понимаю, что новичок, который развивается на сервере, купит себе там Жигу какую-то или даже что-то другое. Например, я купил Жигу, да, Приору, например. Вот. И в реальности она передним приводом. Переднеприводная. И по приколу можно было сюда, как я поставил на супер, передний привод, да. И у меня на Приоре передний привод стоит. Вот. Но зачем ему ставить передний привод, если он не ускоряется, не едет и не особо управляется. Он ставит, конечно же, полный привод. Но вот так, у кого много тачек, можешь себе поставить переднеприводный. А22278. Мне это мощно. Конечно, X мне не нравится. Напишите в комментариях, вам нравится X? Если я не забуду, сейчас вылезет напоминание вот справа, вверху. Если я не забуду. Мне лично он вообще не нравится. Так. По идее, драг-чип для... Драг-чип. Ага. У меня еще все, я понял. Потому что мы уже хотели переходить, типа, к драговым чиповкам. Но у меня оно что-то записано в комфорт. А, вот, дыбы еще есть. Точнее. Сейчас, давайте запишу все на дыбы. Дыбы все прикольные. Вот. Драг-чип. В чем прикол драг-чипа? Типа, почему я в комфорте говорю драг-чип? Стоп, пацаны. Это не отт. Не отт. Да, это... Это драг-чип. Вот это настоящий драг-чип. Я... Вот. Да... Драг-чип. Драг-чип. Я красавчик. Короче, в чем прикол? Он очень хорошо ускоряется, можно сказать, как обычно. Ну, не так, как драг-чип, потому что драг-чип там свои фишки есть. Он, короче, мягкий, можно сказать, в меру. И он очень хорошо управляется. И очень хорошо быстро набирает скорость. Типа, можно сказать, лайт-версия драг-чипа, потому что она и набирает скорость, вроде, и хорошо управляется. Да. А теперь давайте перейдем в драг-чипы. У нас есть два драг-чипа. Это драг-чип вот этот, двигатель, кузов, подвеска, флаги модели, флаги хендлинга, вот. В чем прикол драг-чипа, высказываете? Это чиповка. Если вы хотя бы раз ездили на драг, вот тут, ну, если кто старый игрок, то на зоне, вот это, возле парковки, Ашан, это вообще старый игрок, то средний игрок вот тут она на пляжу, сейчас она вот тут вверху, драг-трасса. Вы видели, что сразу просто никто в нормальной, на драг-трассе, почти никто в нормальной приехать не может. И тупо у всех, тупо вот так колеса не поворачивают, и все идут прямо. А в чем прикол? Прикол в том, что там как-то они через подвеску что-то делают, уменьшают, и сам, если честно, не разбираюсь. Но прикол в том, что когда мы нажимаем тапку в пол, она дико ускоряется. Ну, сейчас давайте я еще вам покажу обычный драг. Вот, драг. Двигатель, кузов, подвеска, флаги модели, флаги хендлинга. Я заметил, что этот драг на заднем приводе, а тот, по идее, тоже был на заднем, потому что его аж поднимало. А вот этот... Ой, этот как будто на льду, смотрите. Не, я бы даже сказал, пацаны, этот быстрее. Давайте я вот сюда еду, чтобы опять не врезаться и не умереть. Жалко, что они добавили вот эту систему, что, блин, врезаешься и умираешь, окей. Ну, типа, пристегнуться, чтобы не умереть. Там, подушки. Не, не, не слышал. Просто смотрим, как она набирает скорость. Вот, как вы заметили, его вначале не так кидало, а подкинуло его уже. Он встал на добы, можно сказать, тогда, когда уже... Мы на ямку заехали, вернее, на горб заехали, тогда его подкинуло. Вот тут. Видно, что его не подбрасывает. Он очень-очень-очень быстро набирает скорость. И он более управляемый, я бы сказал, чем прошлый. Потому что прошлый вообще почти не набирал. Ой, говорю, не набирал. Не поворачивал. А вот этот, еще даже, можно сказать, можно доехать до чиповочки назад. А теперь пойдем по дрифту. Давайте я вам сразу покажу свой чип на задний привод. М2 Топ Дрифт. Самый топовый, мой любимый чип, который я почти везде в тачке ставлю на свой дрифт. На свои дрифт-тачки. Сейчас я только подниму ее, чтобы немножечко лучше было видно. Брабусный гелик, белый подъехал. О, ОМР 001 177. У меня ОМР 001 178. И 178 значит, а 177 нет. Ну, я бы сказал 178. Эээ, да. Эээ, 178 тоже, типа, что-то не знаю, что-то особо. Сможешь поставить? Как бы... Какой? Да. Полный, задний. Давайте я нам, кстати, в примере RX-7 покажу. Полный, полный или задний. А вы потом говорите, полный давай. Вот, как раз полный вам покажу. Отменский чип, можно сказать. Но я его ему не поставлю. Он же не подписан на мой канал. А может и подписан. Я ему поставлю мой с Е39. Которым я катаюсь на... Так. Так, можно мне? Это не этот. Эээ, сейчас его только найти надо. У меня есть, ну, чип, полный привод Е39. Во. Или это не этот? Нет, это не этот. Sorry, sorry, sorry. Эээ. Булкин. Привет, 17-ый левел. Чё, пацаны? Булкин уже не тот. Главное, чтобы меня не спёрли. У меня где-то был чип. Или это этот? Админский. Вроде... А может и не админский. Короче, прикол админского чипа. На первом серии, когда я ещё давно-давно играл, у меня... У пацана была слива. Монолиза. Админа. Не помню, бродяга вроде бы или нет. Короче, мы взяли с Монолиза чип. Это прям для слива, да, хотел сказать, для супера. Для слива это идеальный чип на задний привод. Это такая имба, просто набирать очки, пацаны. Он хорошо управляется, он очень хорошо скользит и очень забрасывается в занос. Вот, смотрите. Я просто немножечко рулём кручу, ручник добавляю, и его сразу закидывает. Просто идеальный чип. ТП к себе. Давайте напишем ему, чтобы он не ТП к себе. Я вам сразу покажу, в чём чип. Ща, вон момент. Момент. Вот, покажу чип, чтобы больше не показывать. Вот двигатель. Вот кузов. Вот подвеска. Вот флаги модели. Вот флаги хендлинга. Сказать мне, просто админский чип. Чисто подгончик от меня. Я его так-то не сливал. Я подумал, у меня уже как-то кель. Хе, хе, на чай накинешь, накинешь. Админ чип тебе влепил. О, 25 тысяч. Благодарочка, благодарочка. Я ей не договорил. М2, дрифт. Я вроде показывал. Давайте я вам ещё раз покажу. Это чисто на заднем приводе. Сейчас вам покажу. Чиковочки. Вот кузов. Вот подвеска. Вот флаги хендлинга. Вот флаги. Наоборот, перед этим флаги модели. Флаги хендлинга. В чём прикол? Этот чип не дал вроде пацан, который видел дрифтил. У меня был какой-то тупой дрифт на заднем приводе. Я, наверное, его год искал. Нормальный чип на заднем приводе. Я нашёл. Короче, в чём прикол? На нём очень легко дрифтить. Ещё, почему он мне называется М2? Потому что старые подписчики, может, знают. У меня была голубая М2 по типу Димаса из Батайска. И этот чип просто не шёл идеально, я вам скажу. Прикол этого чипа. Он... На нём можно крутить бублики. Вот. Просто заживаю в бок и регулирую. На любом другом чипе сложно крутить бублики. Потому что чип или не настроен для этого, или ещё что-то. Но как я кручу бублики... Бублики. Булкин, я хочу сказать. Бублики многие говорят, типа, как дай чип. Я говорю, видос. Скоро будет в канале. Вот, возьмите. В чём прикол? Теперь второй плюс этого чипа. Он очень хорошо управляется. Есть такие чипы, которые, например, на задний привод, как у меня был старый, на Е39. Что у меня, можно сказать, всё... Весь центр тяжести уходил на заднюю ось. И при повороте колёс тачка тупо не поворачивала. Надо было с ручника как-то его закидывать, ещё что-то. Здесь он очень хорошо отзывается на педали, очень интуитивно. И третий плюс этого чипа, что кто не умеет дрифтить на заднем приводе, устанавливайте этот чип. Можете по парковке вот немножечко раздать. И вы быстро его научитесь. Это очень лёгкий чип на задний привод, я вам сказал. Я вот сам не особо хорошо дрифтил на заднем приводе. Потому что я раньше тоже дрифтил на полном приводе. Но это не так смотрится, как на сзади. Вот, бублики покрутить, потом чисто бочком там зайти на парковничку, ещё там перейти оночком. Ну, я понял, да? Вот. Так что берите, пользуйтесь этот чип. Я его, конечно, мало кому ставил. Но он топчик. Будете рады, 100%. Теперь у меня есть офигенный Марк, я написал. Чип Марк 2 ТОП, он, по идее, подписан. Вот. Прикол в чём? Двигатель, кузов, подвеска, флаги модели, флаги хендлинга. Что это чип? Вроде чип, как бы, полный привод. Да? Но есть, но с повадками, немножечко заднего привода. Вот, смотрите. Просто поворачиваем, да? Вот, просто газ и нитро поворачиваем. Я его просто могу без ручника закинуть в другую сторону. Например, давайте вот сюда закинем. Вот. Повернул просто по 90. Теперь сюда закинем. Это без ручника. Как берём ручник, он ещё быстрее закидывается. Он очень, короче, можно... Имба. Вот эти полноприводные чипы, я скажу вам, для чего нужно. Для того, чтобы в дрифт-соревнованиях набирать очки. Вот сейчас будет, по идее, дрифт-соревнования, да. И коробка, и дрифт-соревнования. Ну, я, конечно же, просрал их. Но он просто изи вот набирает. Посмотрите, под 90 градусов еду, и очки тупо не сбиваются. Как говорил мой друг, дастишь, фантастишь. Теперь я вам покажу ещё, нам... У меня есть... Сохранить надо, да. Пацаны, там уже раздут мой админский чип. Короче, нафиг ему просто. Вот. Аэдроп. Коробка. Только не говорите, что он на моём корабле. Ладно. Короче. Теперь я вам покажу... Он мне подписан. Движ W124777ВВ. Короче, это на казахском номере. Мне подарил подписчик 124. И такое чувство, как просто задняя... Заварка есть сзади. Именно заварка. И... И дрифтит на нём тоже прикольно. Она тоже отзывается на руль. Но не особо как та. Но как вы даёте газ, она тупо её сносит очень жёстко. Если вы... Вот сейчас поможете видео, я не могу объяснить. Потому что это надо прочувствовать, я вам так скажу. Объяснить очень сложно. Но типа, если вы возьмёте предыдущую чиповку, которую я показывал, И вот эту, вы сразу почувствуете разницу. Такое чувство, как в дриле. Два колеса здесь вместе крутятся. Что, по идее, должно так и быть в дрифте. А там по отдельности, типа. Вот. И здесь, видите, на этой чиповке бублики-то особо не покрутишь. Конечно, можно, но... Сложновато. Даже сложно по звуку, что он в натяг идёт. И прикол этого чипа, что... Половина, я скажу так, чипов на задний привод очень медленный. А есть половина, который быстрый. Этот чип... Да, что, у меня подкинул он по колесам. Быстрый. И ещё задний привод. Потому что, когда вы идёте в парном дрифте, Я уже сам уже сталкивался с таким, что... У меня чип медленнее, у него быстрее. Либо я его догоняю, без дрифта иду за ним. Либо он меня просто ждёт. Но это не дрифт, это пипец. Также я вам покажу лаурель 4WD дрифт. В пацана вроде тоже взял. Тоже прикольный. Типа полный. Его очень прям легко заносит. Даже прям разворачивает. Да, кстати. Кстати, можно даже... Может, увидел, на полном приводе тоже, типа, крутит бублики. Вот на этом чипе можно тоже их крутить. Ну, короче, прикольный. На полный привод чип. Очень-очень быстрый. Альтеза у меня была дрифт. Как-то раз мы дрифтили с пацаном. Ещё и на видосе можете поискать. Там дрифт на E39 и на Альтезе. Альтеза дрифт об задний привод. Вот этот чип... Давайте вам покажу. А, блин, я же предыдущие чипы не показал. Вот. Альтеза дрифт. Вот кузов, подвеска, флаги модели, флаги хендлинга. И давайте, где передать имя хоть... Дрифт 124-й я вам не показал. Вот двигатель, кузов, подвеска, флаги модели, флаги хендлинга. И не показал вам вот этот, который у меня Марк... Не, Лаурель, Лаурель. И Марк вам не показал. Блин, а что ж я такой плохой? Двигатель, кузов, подвеска, флаги модели и флаги хендлинга. И Лаурель, Лаурель, где-то внизу. Вот, 4WD дрифт. Двигатель, кузов, подвеска, флаги модели, флаги хендлинга. Так, какой он? А, Альтеза, вот. И этот чип за непривод, он идеально просто подходит для Альтеза. Просто идеально. Её не заносит. Потому что если мы будем ставить на другие тачки... Вот видите, он тупо стоим. И просто пока мы зацепимся, она очень буксует. И её как-то... Когда мы выпускаем газ, такое чувство, как жопу закидывать ещё назад. Кто играл в самп и устанавливал там дрифт чипы... Ой, не говорю дрифт чипы. Клео дрифт, зажимать шифт... Задолбало? Это четырка уже. Зажимать шифт и, знаете, там тачку так закидывает. Вот типа поэтому тоже. Плюс-минус так же. Но это сказать... Для паров шо ли... Она не более реалистична. Да, на супре она не смотрится. Но на Альтезе именно... Какого есть Альтеза, вот этот чип просто для неё идеально. Можете, конечно, на другие тачки попробовать, если вам не понравится. Вот. Но меня уже начинает бесить эта четырка. Наверное, все уже ждали вот этого прикольных чипов, как я говорил. Прикольные. Первый чип мне дал третий сервер Пашка. Он говорил не давать. Но потом я видел, многие на нём ездят. И, да, двигатель, кузов, подвеска, флаги модели, флаги хендлинга. Теперь смотрите, в чём прикол. Когда мы едем... Вот тачку шатает влево-вправо, влево-вправо. Странно, да? Ну, в чём это прикол? Типа как гидравлик, я не знаю. Ну, я спросил у него, зачем он такой. Не знаю, просто прикольно. Вот если хотите выделяться с толпы, можете... Знаете, как там в Америке, там, в больших джипах так еду, там, рэп на все... В колонке там джип качает, просто все головой машут. Типа вот... Типа тоже качает. Так, теперь дрифт под мотик, да, хотел сказать. Мотик-чип. Многие... Вот. Двигатель, кузов, подвеска, флаги модели, флаги хендлинга, потому что... Привет, блин, это ТН-4, как я ко мне сел. Блять. Под мотик, да, интересно, а что... Кстати... Кстати, да, есть... Типа, как будто я еду на мотике... А, знаете, в этом чем прикол? А если Зара нажму стрелочку вперед... А, нет, это нифига не дает. Ну, короче, такое чувство, как посередине модельки у меня сейчас мотик стоит. И это своего рода тоже перевес какой-то получился. Не, ну лучше не ставьте этот чип для мотика только. Теперь третий чип, это стенс. Вы говорите, а что там стенс делать? Вы что, гоните там? Но прикол в том, что там надо свою скорость, надо свой угол поворота, чтобы колеса не заходили за арку, чтобы было все реалистично, чтобы она была грамотно посажена. Вот стенс. Только посажена вы можете, конечно, немножечко поднять, чтобы сарок она вышла в подвеске. Например, 0,1. Вот. Как видите, угол поворота от этого упора очень маленький. Если не ошибаюсь, я не помню, какой у меня стенс. А, у меня стенс шестерочка, вот этот, на мерках. Ну, вроде. Давайте я вам покажу. Да. У меня она сделана под сакуру. Это еще, не знаю, очень давно мне подарил подписчик. Ключ у меня желтит. И он сделан под стенс тупо. Хотя это боевая классика, но почему под стенс, не спрашивайте. Теперь чип под названием Автош. Кто не знает, не знаю, в Дагестане или где. Ну, короче, есть такое движение, как Автош. Это, короче, передняя ось высоко слишком, а задняя максимум опущена. Ну, на супре здесь не будет видно. Давайте двигатель, вот вам покажу сейчас чиповочку. Достану шестерочку мою Автош. Флаги модели и флаги хендлинга. Что-то, блин, как я начал снимать видос, сразу здесь все начали ездить. Я так и знал, надо было САФ записывать, где никого не было. Вот моя Автош шестерочка. В чем прикол, что просто передняя ось поднята, а сзади максимально опущена. Как будто спереди две пружины, просто она на второй, а сзади вообще без пружины. Все, больше нет прикола в чем, что здесь, главное, радиус тоже небольшой поворот был. И чтобы она не сразу ускорялась, потому что ее будет нагинать и еще, не помню, что там. Ну, короче, есть в чем прикол. Я хотел просто обычный, сейчас обычного чипа, просто поднять его и ее отпустить назад, но не вышло. Здесь тоже какой-то свой прикол есть в этом Автош. Да и многие, кстати, чипов мне подписчики дали, что вам спасибо, кто смотрит этот видос. Теперь чиповка, наверное, от которой со мной уже два года я еще сливал в предыдущий раз ее. Это называется прыгуны. Да, вот она, бас. Это когда еще был мой автобус, можно сказать. Это чиповка, можно сказать, для пранкеров. Вот. Можно даже потом чисто ставить чиповку и угорать с пацанов на видос. Если хотите такой видос, ставьте лайкос. Короче, в чем прикол. Вы едете, не переживайте. Я не помню, как она точно работает. Либо вид скорости, либо вид какого-нибудь удара. Если... Вот. Мы просто подъезжаем, на что-то заезжаем, и ее тупо подбрасывает. Вот. Если мы сейчас упадем, вот. Вот, да. На поребрики всякие. Она просто... Вы можете просто ехать. Да, пацаны там вообще в шоке. Что происходит? Афиг его знает. Айвен ЧП раздает. Просто едете. Вот. Ничего не предусловивало беды. Там поставили своему другую чиповку. Говорите, у меня есть топовый чип. Едете, едете, едете. Чего он разогнался. Как-то она тоже... Как-то от скорости, либо от торможения. Ну, как-то она тоже от скорости работает, потому что я проверял. Либо заезжаете на поребрики. Он такой, опа. Потом вас подбрасывает просто в стратосферу. Он такой говорит, это что? Ты говоришь такой... It's a prank, bro. Да. Такое. Но самый прикол в чем, что... Потом, чтобы она остановилась, чтобы она не прыгала, это... Тоже надо иметь везение. Потому что я сейчас с поребрика не съехал. Блядь, сейчас я все забыл. А, у меня еще 16 хп, пацаны. Сейчас я допрыгаюсь. Допрыгаюсь. Да. Так вот, с ним, пацаны. Я приехал, приехал. А где эта моя супра? Опа. А, супра сама улетела, ясно. Это по типу спиннера, но спиннер на смотри запрещен. Если что, кто не знает, за это сажают. Это не спиннер, это просто... Фух, я уже думал, у меня... У меня просто сколько раз... Просто не мог заехать в чиповку поменять чип. Это по прыгуны. Автош показал, мотик Стэнс показал. Очень мягкий чип. Он мне так и подписан. Он очень рили мягкий. Не знаю, для чего он нужен. Это типа перевес, шо ли. Но он не такой немножечко. Его не так шатает. Вот очень мягкий чип. Это, не знаю, для какого-то Роллс Ройса или Калиана. Кстати, у кого есть Роллс Ройс Калиан? Калиан? Напишите, пожалуйста. Он, короче, сейчас посмотрим, как эти поребрики будут проходить. Вот. Ну, короче, он похож на чиповочку с геликом. Но он типа очень-очень-очень мягкий. Да, уже странно. Я заезжаю на бордюры, его не подбрасывают. Арабы вступают в бой. У меня есть чип на два колеса. Вот. ПЖ, да, чип? Дашка. Ну, сори. Если бы ты была Дашка, может, я тебе не только чип дал. Короче. Не знаю. Хотите вы с другом погнать или куда-то покататься? Если честно, мы выезжали на этот мост ЛСЛВ. И ездили по краешку там моста. Там заезжали еще куда-то. Короче, в труднодоступные места. Выезжали наверх. Главное, чтобы не упасть. Например, проезжали бы вот тут аккуратненько так. Не знаю. Но здесь это вообще изи. Или здесь там змейку, не знаю, проходить. Вот. Ну, типа, не знаю, вы придумайте. Типа чип на два колеса. Кстати, я ступил, и я вам не показал тот чип попрыгунов вроде. Сейчас я вам покажу вот этот. Двигатель. Кузов. Подвеска. Флаги модели. Флаги хендлинга. Покажу вам прыгуны. Попрыгун, перевес. Давайте попрыгун, перевес. Я вам еще покажу. Кузов, подвеска, флаги модели, флаги хендлинга. Потому что я не помню, показывал вам или нет. Мотик вроде. Давайте я вам себя опять покажу. Это что-то у меня спамит не очень. Двигатель, кузов, подвеска, флаги модели, флаги хендлинга. Потом. Что, вам стенс, да? Сейчас я вам покажу, вам стенс. Стенс. Двигатель. Кузов. Подвеска. Флаги модели, флаги хендлинга. И прыгуны. Ну, у меня еще там один шип вроде есть. ДБ называется. Ну, сейчас посмотрим. Пригуны. Где, 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 где. Вот, пригуны. Двигатель, кузов, подвеска, флаги модели, флаги хендлинга. Почему у меня пишет баст? Вот тут, в сохранениях. Вот где-то пригуны. Пишет баст. Потому что это у меня был пазик, и на нем стоял тот чип. Это было очень жестко. И давайте поставлю вам последний шип, это дыбы. Если они работают, если честно. Двигатель, кузов, подвеска, флаги модели, флаги хендлинга. На обычном я смотрел серверы в МТА, типа, не RPG даже. Просто по приколу. Ну, типа, просто покататься, знаете, как в САМПе давали всякие дрис-сервера, вот так, в МТА есть. Вот там можно полностью настроить ее. А в чем прикол? Дыбы. Я хотел себе, например, чарджи взять, знаете, чтобы он разгонялся и ехал быстрее. Вы можете нажать в газ. Сейчас все, он сначала при встает, как будто. Но можно, по идее, жесткость добавить, и он быстрее будет опускаться. Как я думаю. Короче, он сначала встает на дыбы, как американские, а потом встает на колеса, и все. А тебе поворачивать это очень сложно, как вы видите. Ну, суть понтов такое. А на этом все, бацаны. Надеюсь, вам понравился данный видос, данные мои чиповки. Ставьте лайк, если вам используете какие-то чиповочки. Или будете использовать... Надеюсь... Да, почему-то раньше анимации работали, блин, дольше. Короче, пишите, если будете использовать мои чиповки, или использовать свои воли. Напишите свои отзывы, например. Я скачал там чиповочку на задний дрифт, понравилось. Или пригуны, там, пранканул своего друга, или полсервера, что-то такое. Также, почему я заспанировал эти тачки на заднем фоне. Как в начале ролика я говорил, вы можете их выиграть. Всего лишь за подписку, комментарии, лайки и добавления в друзья. Итоги уже совсем скоро, 19 января. Так что, всем удачи, пацаны. И всем пока. Я хотел вам сказать, что я продаю вот эту цешку, которую мы встроили 2,2 серии назад. Она у меня умер 011-178 вместе с номером. Всего лишь там пробег 36 километров. Я купил ее с салона, еще обкатку не прошла. Просто не бита, не крашена. На столбан не оботкалась. 36,7. Заправлялась только качественно, 98-м медицином. Так что, кому интересно, напишите там мне. В описании ссылочка есть.